Я рад вас приветствовать. С вами снова Александр. Я хочу сегодня рассказать вам о кресле немецкой компании KIDI. Модель называется Guardian Fix 3. Это обновленная моделька, скажем так, рестайлинг предыдущей модели, где много что доработали и изменили. Поэтому сейчас мы с вами ее более детально разберем, посмотрим, что она из себя представляет. Оно вообще предназначено детям с 9 месяцев до 12 лет, то бишь это совмещает в себя все три группы, универсальная модель. Давайте посмотрим, как оно работает, какие технологии здесь используются непосредственно с самого начала и пользования этим креслом с 9 месяцев. Наверняка вы уже заметили, что здесь используются не пятиточечные ремни, а столик безопасности. Это и отличает эту модель от классических других кресел, где используются пятиточечные системы ремней. Сразу скажу, что это такое. Вообще столик, он имеет такое заметное преимущество перед пятиточечными ремнями, тем, что при лобовом ДТП он намного лучше гасит энергию удара и распределяет нагрузку по всему телу ребенка, снижая нагрузку с позвоночника. Поэтому у столика преимущество от пятиточечного ремня есть в основном только при лобовом ДТП. К сожалению, в большинстве случаев они и происходят. Поэтому здесь неоспоримый плюс. Посадили ребенка, ставим сюда столик и ремнем пропускаем. Кстати, длина ремня нужна 2 метра 20 сантиметров. Поэтому есть автомобили, в которые не поставить слишком коротковат ремень. Из опыта такие ремни встречались на Мазде 3, Фокус, Форд Фокус, там еще какие-то, точно не помню. Я к тому, что лучше примерить и посмотреть, чтобы вы зря не покупали эту модель. Все, вот так это выглядит. Здесь вот направляющий столик есть. Пропускаем здесь ремень. После чего натягиваем. Ну, не сильно, чтобы ребенку сильно не задавить его. Чуть-чуть подтянули плотно к ребенку и отпустили. Дальше уже ремень будет дожимать, скажем так, ребенку ровно столько, сколько позволит сам ребенок. Вам же ремень не давит, когда вы ездите. Он же двигается. Соответственно, здесь похожая ситуация. Вот, вот так это выглядит. Отстегивается. Ну, и, соответственно, все тоже простым очень способом. Все. Убрали столик, поехали. Соответственно, сам столик, он до 18 килограмм, ориентировочно где-то до метра. Вы ездите со столиком, потом убирайте его. Почему до метра? Потому что взрослым ремнем, когда вы будете крепить ребенка, высота, самое нижнее положение подголовника, оно находится, вот сейчас я вам покажу уже по факту, пропускаем здесь, подголовники. Если ребенок будет ниже, чем 100 сантиметров, вот ремень попадет ему на горло. Этого допустить ни в коем случае нельзя. Поэтому я и говорю, 100 сантиметров, когда ребенок достигнет 100 сантиметров, голова будет здесь, соответственно, ремень попадет у него на плечо и на грудь. Это правильно. Поэтому раньше сажать так нельзя. Поэтому доросли, столик убрали, едете дальше. Что здесь еще есть? Здесь снизу подушечка, которая используется до 11 килограмм. Она помогает приподнять ребенка, когда он еще маленький, и пользуйтесь столиком, чтобы он не сидел вот так вот, чтобы он был именно там, где надо, на груди. То бишь, приподнимает ребенка. Убрали, когда подросли, то один выше 11 килограмм, едете дальше. Так, кстати, здесь еще регулируемая по длине... Сейчас я посмотрю, как она регулируется. Уж забыл. Да, просто вы стоите. Подножка, которая удлиняет само сидение и не дает при ДТП нырнуть вниз ребенку. Все. Так, что касается самого сидения. Верхняя часть вообще кресла выполнена из вибропоглощающих усиленных материалов, которые в ДТП гасят энергию удара дополнительно. Здесь вообще, что касается безопасности, очень так напичканная модель, усилена боковая защита, самоконструкция вся, используют материалы, которые гасят энергию удара очень сильно. Кстати, что касается ткани, здесь ткань одна из немногих, которую дерматологи рекомендуют для контакта с кожей ребенка. Здесь ткань отличная, просто она очень приятная, она влагопоглощающая, воздухопропускающая. Хорошая вообще, очень ткань, реально отличная. Вот, и она очень такая мягкая. Реально, вообще по этим живую очень вам понравится. Так, это что касается безопасности. Короче говоря, здесь все, все отлично. Кстати, кресло имеет систему Isofix крепления. Здесь вот специальная кнопочка. Нажимаем, соответственно, достали Isofix, пристегнули. Все, отлично. Спинка имеет плавающую, можно назвать ее плавающей спинкой. Она может принять положение в спинке автомобильного сиденья. Тем самым вы можете немножко ребенка наклонить к дальней дороге. И вообще, в принципе, очень удобно. Ну, отстегивается все, соответственно, классическим образом. Там ничего особенного. Так, и что, опять же, вернусь к спинке. Чем интересна спинка? Вообще, эта технология редко используется. Но, на мой взгляд, очень полезная. Ребенок же растет не только вверх, но и в ширину. Особенно, если это мальчики, будет еще более актуально. Растет, растет вверх. И кресло параллельно расширяется вместе с плечами ребенка. Поэтому по посадке, по комфорту здесь все очень круто. Вот. И в зимней одежде у ребенка не будет проблем поместиться в нем. В этом плане все отлично. Подлокотники находятся ровно там, где нужно. Бывает одно название, а не подлокотники. Здесь все четко. Ребенок будет спокойно на них класть руки. Это очень удобно. Так, давайте покажу сейчас, как правильно крепить его с взрослым ремнем. Здесь, как уже говорил, сверху есть подголовники специальный направляющий. Обязательно пропускаем немец здесь, никак иначе. Все. Соответственно, дальше уже регулируем спинку по высоте, так, как нужно для ребенка. Небольшая рекомендация, когда посадили ребенка, чтобы понять, что подголовник находится в правильном для ребенка месте, имеется в виду под его рост. Просто проверьте, чтобы от подголовника до плеча ребенка было не больше двух пальцев, но и желательно не меньше одного, чтобы он не давило ему. И тогда ремень будет идти по плечу и по груди. Учтите это обязательно. Соответственно, все отстегиваем. Вот. Так, что я еще вам не рассказал. В принципе, все, что хотел вам рассказал. Теперь давайте подытожим. Я вообще люблю марку KIDI, что вот у них там с 9-го года, 10-м, еще в 8-м году они делали прекрасные просто кресла. Сейчас они выпускают очень хорошие модели. Они всегда делали одни из самых безопасных кресел. Это хороший, недооцененный, на мой взгляд, бренд на рынке. Это немцы делают хорошо, качественно, использованы всегда. У них очень такие интересные, инновационные, на мой взгляд, технологии. У них там анатомическая спинка. Всегда ткани, всегда дополнительные всякие системы безопасности используются. Посадка очень удобная, расширяется спинка. Все-все очень здорово сделано. Поэтому, если ищете максимально безопасное кресло для ребенка, очень рекомендую вам на него посмотреть, приехать в магазин, посадите ребенка, посмотрите, учтите про Альмии, не забываем, что 2.20 нужно. Давайте на этот момент проверить, уточнить. В принципе, как вариант, просмотреть очень рекомендую вам его. В принципе, все. Мое мнение, выбор, как всегда, за вами. Единственное, что добавлю, если этот ролик был вам полезен, интересен, помог вам как-то с выбором. Ставьте, пожалуйста, лайки этому видео, подписывайтесь на канал. А вам, собственно, удачи и всего доброго.